может бутер Мясная колбаса Папа может Я в Южной Корее А конкретно сейчас на авторынке Потому что я приехала сюда За тачкой На которые отправлюсь в Россию Поэтому сегодня у нас авторынок со всеми вытекающими цены Какие тачки выгодно возить, какие тачки невыгодно Как их привезти в Россию Ну и, естественно, штрафы, налоги, местные традиции Как здесь водить машину, на чем здесь передвигаться, как сюда приехать Ну и, естественно, еда Какая вкусная, какая невкусная В общем, будет интересно Капшина! О, солд-аут! Эта тачка, получается, уже продана В общем, я сейчас нахожусь на рынке бушных автомобилей Которым прям достаточно много лет считается по меркам именно для россиянина Почему? Сейчас узнаете Вот тоже, пожалуйста, солд-аут Здесь собраны тачки старше 7 лет Если вы дальше посмотрите ролик, вы поймете, что мне здесь делать нечего Потому что машины, как вы видите, без номеров Они уже сняты с учета и готовы на экспорт в другие государства Ни в России, ни в страны, ни в Санггер Ливия, Египет, даже говорят, в Иран уезжает отсюда Иран? Нет, Ливия Ливия? Where from? I from Russia Russia Руссия Руссия Экспорт кар Ливия? Ливия А, окей Good day! Вот, пожалуйста, Ливия Машины, которые на номерах, это просто местные торгаши и дилеры приехали сюда Здесь все тачки, которые продаются, они все без номеров Вот, сюда пройдем Смотри, что творится-то Прям тут Здесь и сейчас происходит замена лобового стекла, реал? Hello! Вон, нету стекла Стекло новое привезли и прямо на рынке, пожалуйста, резинки скинули и поменяли А что бы нет-то? Пожалуйста, даже капот открыт Кстати, интересно, реально открыт капот, пожалуйста, бери, что хочется А машина закрыта? Машина закрыта То есть авторынок огромный, как вы увидели, да? Очень масштабный, под открытым небом Здесь многие машины прям выглядят, как реально заброшенные Но покупают, не мы, не СНГ покупают Вот Женя Жень, пожалуйста, позайди в кадр Женя, собственно, и помог организовать всю эту движуху к нас, в Южную Корею То есть он все рассказывает, показывает Женя это управляющий, владелец, собственно, первооткрыватель компании КРХ Корея Которая занимается как раз-таки параллельным импортом Да, мы отправляем автомобили в Казахстан, Киргизию, Россию И получается, вот эти машины, то есть вот эту информацию про Ливию, про Иран и Египет Это все я получила от него Он не хотел меня сюда везти Я говорю, как мы должны это увидеть? Машины, которые мы можем купить, вы чуть позже увидите Здесь автомобили находятся старше 5 лет Естественно, на Россию мы их отправить не сможем 5 или 7? Ну, скажем, старше 5, потому что в России проходной 3-5 Мы берем автомобили, если именно по России Ну, то же самое Казахстан и Киргизия До 5 лет это максимум Получается, машина, они здесь и дешево стоят Но, допустим, на местный рынок их уже не используют Потому что здесь есть определенные правила Потому что нельзя использовать более старые машины Или люди их просто продают, сбагривают И они чисто на экспорт Все верно, да Если автомобиль, допустим, 16-18 года Он уже не продан на Россию И цена, естественно, на него сильно падает В основном на этой площадке находятся машины Которые не продали на аукционах Также у дилеров И получается, это уже, ну, грубо говоря, прям вот Не с рынка, который уходит именно в более бедные страны Вкратце подытожу Чем эти машины невыгодны для нас? Да, они дешевые Но растаможка за эти машины будет такая Что по факту, приехав в Россию И став на российский учет Или в странах СНГ Она будет дороже, чем местный рынок Вот, поэтому нужно выбирать тачки в другом месте И какую же тачку мы выберем Это, конечно, вы в следующем ролике увидите Сегодня мы просто смотрим, какие тачки есть Какие цены Аня на Сео Фанаты Скайлайна Легкуйте! В очередной раз я вам повторяю Что как только я вернусь из Кореи домой, в Россию Я подарю вам этот Ниссан Скайлайн Как вы помните, нужно отправить свой номер телефона Вы регулярно отправляете донаты Вот теперь нужно указать в донате номер телефона и имя Потому что в прямом эфире Как я только вернусь домой Я проведу прямой эфир И рандомно через генератор случайных чисел Мы узнаем того самого счастливчика Которому я лично вручу этот Скайл Так что ссылка на донат в описании Оставляй свой номер и до созвона Смотрите, куда мы пришли ядрить, колотить Грузят контейнеры Контейнеры грузят не только тачками Как нам рассказали по секрету Они едут в Таджикистан А везут они еще дополнительно Много всякой домашней утвари Вот видите матрасики? Это они новые Не новые Старые по 10 долларов закупают Вот в таком состоянии Привозят туда Делают им химчистку И продают по 100 долларов Такая информация имеется Вот пойдемте посмотрим, как их грузят То есть там не только на тачках, как говорят, зарабатывают А в основном зарабатывают на стиралках На вот этих матрасах То есть максимально забивают контейнер Чтобы ни одного пространства в сантиметрах не было Вот знаете, те самые матрасы Просто те самые матрасы, которые уезжают И полностью забивают остатки свободного места Вот в этих контейнерах Вот еще контейнеры Вот еще матрасы Не знаю, сколько матрасов стоит Я просто вообще без понятия Ну, видимо, неплохой бизнес Раз этим занимаются Ну, если они говорят 100 баксов Это типа 1708 Наверное, стоят Мне кажется, что это такие Что их не просто химчистят А их еще там перешивают Переделывают Потому что, видишь Есть еще всякие вот Комплектующие, скажем так Да, вот если на те матрасы посмотреть Ну, это вообще Прожженные там всякие Я иду снимаю Прямо в глубине Секретных историй Смотрите, вот так вот это все Едет сверху колеса Наложили здесь Сняли здесь Еще что-то подложили Здесь бампер Здравствуйте, вы из... О, вы говорите по-русски? Да Класс Куда едет ваш контейнер? В Таджикистан Таджикистан Вы, короче, тачки тут и запчасти И матрасы Все туда, да? Да Понятно Короче, ни одного свободного сантиметра Не оставляете Миллиметра Такой сантиметр Миллиметр Салам алейкум, барни Неожиданно, да? Видите, вот так вот забивают матрасами Вот здесь же машина Машины едут не целиком А они едут, я смотрю, вот это Частично разупубликованы, да? Да, да, разбор Там разбираем бамперы Только фары, багажники Вот так разбираем А здесь остальное выкидываете? Сжигаете? Не-е-е Сбер с собой Таджикистан Абрана собирает Короче, чтобы... Место занималась А, максимально компактно Когда машина приехала Вы ее туда собираете И она становится на учет И ездит Чтобы шесть машин там ездила Сколько? Шесть машин Шесть машин? Мещается вроде четыре только А вы шесть засовываете Круто Вот это уровень Вот это, я понимаю, логистика Не сохраняют Даже миллиметра свободного Видишь, как забивают Красава Вот эти велики Которые тоже Отправятся в контейнер И тоже поедут в Таджикистан Как вы видите Все как бы не новое Бу Но они там все сделают Так вот четко То есть вот с матрасами Как они сказали За 10 долларов Они покупают здесь И примерно После химчистки За 100 долларов продают Неплохой навар, да? Согласитесь Естественно Велики тоже разберутся полностью Короче, максимально компактная история будет О, смотри Это же сервак Дитейлинг Перекупы там работают Нельзя снимать? Короче, походу Они там делают Что-то не особо уж такое Что все знают Такое встретить на корейском рынке Брошенных тачек Ну, точнее Сильно дешевых Ну, это прикольно, да? Просто комарик, пожалуйста И он снят Что тут такое же Куда эта тачка поедет? Из ВИС Хьюзми? Что она Куда поедет? В Африку? Смотри, смотри Ааа, закрыта Ну, тем не менее Она вот Среди всех Тут прям подороже машина, да? Смотри И вот эта такая симпатюлька стоит Да тут даже вон Смотрите, какие Иксы имеются На карбоне Причем это СС Не какая-то ерунда Муви, муви Окей Он открыл ее Смотри Не, ну выглядит, конечно, жирно Среди всего того барахла Что мы встретили на этом рынке Посмотрите Красное на красном Черное немножечко на красном Прямо это такая Сутенерская машина Very good Смотрите Вот это вот К3 Как вот это вот Только вот здесь Китайский тюнинг Небольшой А когда я там была Мы с вами не виделись Там на сходке Нет? Я просто тогда был Не приезжали Я был в Аше А, понятно Сколько же стоит топливо В Южной Корее Ну-ка, давайте посмотрим Опа У нас получается дизельная тачка Значит, заправлять надо нам дизель Эй, шайтан машина А, вот здесь так вот работает И пока здесь заправляется Давайте посмотрим цены Итак, дизельное топливо 1399 На рублей Это 87 рублей за литр 95-й бензин Самый минимальный С октановым числом Который здесь есть 1589 99, это 99 рублей за литр, и сотня, пожалуйста, финальная, 111 рублей за литр, нехило, да? Это та страна, у которой практически своего ничего нет, в том числе и нефти, топливо, поэтому все так дорого, богато. Я ушла, ничего не заправилось, я все неправильно сделала, нужно сначала выйти, оплатить, он покажет, когда нужно вставить шланг, и только после этого вставить, и после этого только пойдет топливо, а я такая, типа, вставляю и иду, как обычно, там, ну, тетя какой-то, да, оплачиваю. Здесь все не так, во-первых, здесь есть сервис, вот такие вот перчатки, да, чтобы потом твоя рука не воняла никакой нефтяной истории, вот, дальше, как здесь заправиться? Вот есть кнопка, так, жмем сюда, делаем вот здесь, вот это такой своего рода антистатик, чтобы не шарахнуло током, выбираем нужный пистолет, здесь мне уже пояснили, что, вот это наличные, по-моему, вот эта карта, у нас карта, выбираем карту, выбираем, на какую стоимость мы будем заливать, здесь полный бак, опять же, ну, знаете, вот мне очень повезло, потому что со мной здесь ребята, и скорее-скорее, вот, собственно, переведи вон, стоят, все мне рассказали, как поступать, вот теперь я стою и умничаю, вот, пожалуйста, на 10 тысяч вон я хочу залиться, вот такую карту какую-то просит у меня скидочную, я говорю, все, нету, скидки не нужны, вставляю карту, да хватит перебивать мне, вот сейчас она говорит, ставьте шланг, так, о, все, пошло, и рука не запачкалась, и карту уже можно вытащить, я думаю, все, теперь дотекло, и того, получается, на 10 тысяч вон, это 7 литров с небольшим, да, конечно, цены высокие, ну, а что дела, куда, а ну, а что, ну, то, 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 и все, пока, едем на следующую заправку. Сколько же здесь стоит киловатты, чтобы заправить электромобиль? У меня Kia EV6, эта машина достаточно популярна здесь в такси и в каршеринге, цену, давайте скажу, 50 миллионов вон, новая тачка такая стоит из салона, бэушка, естественно, дешевле, кстати, здесь есть карта, с мультипаспорт, вот здесь вот находится она, вот в такой вот коробочке, берем отсюда карту, идем на заправку, так, выбираем вот эту сторону, нажимаем, наверное, вот эту карту, полная зарядка, 430 вон за 1 киловатт-час, 30 рублей, да, ох ты, нормально здесь открылось, а здесь надо открыть еще, всем привет, с вами Настя Туман, все, понеслась, деньги же уплачены уже, бери, электричество бери, опа, пошло, чтобы зарядить 30% зарядки, сейчас 72%, всего нужно 5 минут, то есть это достаточно быстро, бак заливается, видите, электроэнергия такая сейчас так наполняется, почему-то я думаю, что это как бензин, ну прикольно, типа а-ля Чедема, да, ну правильно, что-то я в правильном направлении думаю, а, варпачи, о, нифига, здравствуйте, ребят, подключитесь в чат, пожалуйста, напишите, сейчас я приехала на LPG, массаж, вы подумаете, нет, нет, LPG здесь называется пропановая заправка газом, сейчас как раз заправляются, и стоимость здесь газа 1018, то есть 1018 вон за литр, 63 рубля, охренеть, сказали бы кто-нибудь из наших таксистов, что по 63 рубля за газ-то отдавать, вот, поэтому, ну, такие вот цены на газ, а внизу вы видите цену на водородное топливо, да, здесь тачки есть на водородном топливе, 9900 вон, стоит на 1 килограмм, чаще всего один автомобиль это 9 килограмм. Насколько мне известно, здесь просто так газовое оборудование нельзя поставить, вот эти машины, они изначально с завода идут с газовым оборудованием, кстати, если ты заправляешь полный бак газа в теплое время, тебе, пожалуйста, бутылочку, одну бутылочку воды дают, чтобы ты охладился бесплатно, можно было бы целый как бы сверточек дать, за такие-то бабки за газ! А вот, кстати, водородная заправка, но вот мы здесь находились уже где-то полчаса, может быть, даже и больше, и ни одна машина сюда не приехала, хотя они ездят в Корее и пользуются, говорят, довольно-таки спросом. Вот, например, тачка Hyundai Nexo, у нее полный бак 9 килограмм, 9 килограмм, да, не литров, и хватает этих 9 килограмм на 600 километров хода, и выходит это примерно 5,5 тысяч рублей. Выгодно ли это? Как думаете? Авторынки в Южной Корее выглядят именно вот так. Это огромные парковки, много этажей, и, собственно, на каждом этаже ряды автомобилей, просто огромные ряды. Как видите, здесь не только корейцы, да, здесь и мини, и ауди, и гелендвагены, и так далее. Здесь просто так не пробить машину, то есть не узнаешь цену ее, потому что нет никаких познавательных знаков, я имею в виду объявления, как обычно, да, у нас написано пробег, комплектация, какой объем двигателя и цена. Здесь, чтобы все узнать, нужно пробить номер машины по приложению. Сейчас посмотрим, что сколько стоит. Без корейца не обойтись. Ты кореец? Я, да. Этнический? Ну, не такой. Да, я этнический. Я не местный, собственно. А что значит этнический? Этнический то, что я родился и вырос, получается, в Узбекистане вообще сам, и переехал вот сюда. То есть мой родной язык это русский. Вот это и переводится этнический. Да, да, да. Поэтому тебя зовут Дима. Поэтому меня зовут Дима. А если бы ты родился здесь, как тебя звали бы, например? Ну, наверное, какой-нибудь Ким Досок какой-нибудь. Можно что-то придумать. Итак, Ким Досок. Рассказывай, пожалуйста, как посмотреть, вот, допустим, Stinger. Очень прикольная машина, которых у нас в России очень мало. Сколько вот стоит такой автомобиль? Мы смотрим уже непосредственно по базе. Вот так вот это выглядит. Вот он, этот автомобиль. Вот. Даже тут какие-то названия его есть. Вот цена. Убираем запятую на одну циферку и еще на ли прибавляем. Итого получается 24 миллиона 900 тысяч вон. Все правильно. Этот автомобиль 18-го года. Пробег у него 62 тысячи километров и остальное все по-корейски. Исходя вот из внешнего вида, о, тачки здесь открыты? Но не все, как я понимаю, да? Те ключи, получается, которых нет в машине, можно пойти и непосредственно взять в офис. А, то есть любую машину? Да, это принадлежит. А, тут огромное количество разных компаний выставляют сюда свои машины. Ну, собственно, авторынок, да? Все верно, да. Авторынок, поэтому разные, так скажем, продавцы. Чем отличаются, вот, например, Stinger на российский рынок же шел и Stinger внутренний рынок? Смотрите, а самое главное отличие, наверное, это в том, что именно по сборке, качество сборки. То есть для себя корейцы, откровенно говоря, собирают прям, ну вот они просматривают каждую деталь при сборке автомобиля, то есть там они все следят, чтобы прям было тютелька в тютельку все. Вот. А по комплектациям, естественно, здесь, в Корее, получается, даже самая минимальная комплектация, она все равно будет отличаться от той, что, допустим, делали для России. То есть в минимальную комплектацию уже входят кожа, обогревы, обдувы, климат-контроль двухзонный. 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 Поэтому, собственно говоря, и возят сейчас такие машины, видите, на экспорт, блин, диски прикольные. У меня только такие гайки на колесах Skyline, а тут прям целые диски. Как правильно произношение, вот я говорю Stinger, как правильно произносится эта машина на корейском? Да, на корейском эта машина произносится как Stino. Stino. Да. Stino. Да. Итак, представляю вашему вниманию Stino. Ладно, по этой машине все окей. Погнали, посмотрим, что еще. Жирные Genesis. Очень круто выглядят на самом деле вот эти корейцы, и я очень склоняюсь к покупке подобной машины. Это на самом деле бренд, который считается премиум-классом. То есть это та же Kia Hyundai, но уже, соответственно, с наворотами и большим закосом под немцем. Здесь вот мы сейчас находимся, где проходные автомобили 3-5 лет. Все верно. Вот. Почему проходные автомобили, я называю такой термин, потому что это автомобили, которые выгодно возить в Россию. Genesis GV80, 2,5 литра объем, передний привод 61 миллион 100 тысяч вон стоит эта тачка. Пробег 39,229. Чуть позже я расскажу, сколько добавлять еще к стоимости вот этой вот стоимости, 61 миллион вон, чтобы узнать финальную цену в России, сколько будет стоить эта машина полностью с тростоможкой, со всеми транспортными расходами. Это закрыт автомобиль. Они тут уже, короче, сделали полную ему подготовку. Мишленчик натерли хорошенечко. 20-е диски. Ну, вот машина, да? Был, но уже настолько она вся сделанная. Может, во мне уже возраст говорит, но мне что-то так понравились вот эти семейные автомобили. Карнивал – это уже рестайлинг, да? Вот он как-то поприкольнее выглядит. Как тебе? До реста, ну, не очень, а вот это вот здесь и фары прикольные, и бампер, и логотип уже очень подечный. Если у тебя ехать с Владивостока до Москвы своим ходом, прикинь, как на нем комфортно будет. Тебе за рулем, а мне сзади там чилить в салоне. На расслабоне, на чили. Кия Карнивал, да? Очень популярная модель у нас сейчас в стране. Очень много их заводят, очень много продают. Переднеприводная, очень резвая. Вот это вот дорез, вот это вот максимальный свежачок, да? Выглядит, конечно, на контрасте очень круто. Здесь, получается, проходная эта машина, то есть от 3 до 5 лет – это те машины, которые растамаживаются по объему двигателя. За счет этого растаможка у нее получается выгодная, и, собственно, цена на итоге получается выгодная. До 3 лет автомобили растамаживаются по максимальной ставке. Собственно, как и с Арабских Эмиратов, у нас был хайлюкс, и если бы я его растамаживала на Россию, я бы заплатила 48% от стоимости. Здесь такая же история, абсолютно его можно сейчас забрать, заплатить 48%. Там, короче, очень все так хитро выделано, сделано с этой растаможкой. То есть максимально, допустим, много лошадей – у тебя возьмут растаможку с лошадей. Большой объем – у тебя возьмут растаможку именно с большого объема. Если у тебя большая цена по инвойсу, возьмутся стоимость. Короче, где максимально больше можно ущипнуть, оттуда, собственно, от тебя и отщипнут. Вот этот автомобиль, если подождать, например, 3 месяца, ему будет уже больше 3 лет. И он, считайте, входит вот в эту промежуточную историю растаможки от 3 до 5 лет, и будет растамаживаться уже по объему двигателя. Если покупать сейчас, на данный момент, этот автомобиль, то растаможка выйдет в общей сложности где-то полтора миллиона рублей. Если подождать 3 месяца, то 650 тысяч рублей, то есть в два раза меньше получается. 19-го года машина 24 миллиона 400 тысяч вон обходится. Передний привод 2,2 турбо-дизель. Как по-корейски? Как ганнибал, то как каннибал. Ке-каннибал. Каннибал. Стоимость вот этого свежечка 61 миллион 200 тысяч вон. Кстати, у меня есть где-то ключи. Да? Класс, у меня есть ключи. А, руль же левый здесь. Здесь очень, говорят, дорогие парковочные места. Смотрите, вот на примере вот здесь вот. Просто супер пространство, да? Можно залезть и чуть-чуть выгнать же, да? Можно ли его сключать? Покажи. Вот это до чего дошел прогресс. Снимаем кнопочку и машина, соответственно, начинает поезжать. Блин, это что за песня такая? Кнопочку отжал и она уже не едет, да? Все, и причем даже если встать спереди машины и сжать кнопочку, она не поедет, потому что здесь вокруг стоят камеры и сенсоры, она не поедет. А на той такого уже нет. А на той такого нет, да. Здесь, получается, мы максимум можем открыть двери с ключа, боковые. И все. А назад, чтобы ее сдать, она не уперется в ту машину? Она доедет до определенного момента и остановится, когда почувствует, что дальше уже не заедет. Какая умная машина. Ну, на самом деле страшно. Ну, если честно, да, я тоже не проверяю. А, резко тормозит. Ха, я останавливаю машины на ходу. Так, многие, конечно, уже видели эти машины. Для меня это впервые. Я еще не была, не сидела в салоне, не нюхала, как эта машина выглядит. Это, кстати, лимузин на 9 мест. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Где? Еще задний ряд подряд? Покажите, который. Итого будет 9. Это 9 мест. А, все правильно. То есть это уже лимузин 9 местный. Маршрутка. Вот такое возьмем и будешь ездить в Сочи. Туры. Ну, нормально, да? С таким теликом, посмотри, это что за плазма, блин? Сколько здесь? 50 дюймов? Блин, прикольно вот это вот, да? Так все выглядит. Дорого-богато. Нет, ну, привозят такие автомобили. Привозят же. Вот, пожалуйста. Дима, Дим, подскажи, пожалуйста, у них есть какие-то нюансы? Именно, вот, допустим, есть первые, которые выпускались, они там какие-то косячки обнаружили и потом уже подделали, и вот эти версии более... Никаких, потому что они строили новый карнивал на базе старого. Получается, здесь, по сути, все то же самое. Да. Ну, просто вот обновили там дисплей, поменяли коробку, например, и так далее, и так далее. А так, в целом, практически база одна и та же. То есть, уже ошибки все исключены? Да, да, это хороший семейный автомобиль. Саша, хороший семейный автомобиль, пора бы как бы задуматься. Ага, все на корейском. Как с ними ездить? Прошивают магнитолы, получается, на русский язык. Но это стоит порядка, насколько я знаю, в России, где-то около 300 долларов. Шивают уже тоже, да, подготавливают автомобили, которые непосредственно уходят на экспорт. Они делают это где-то в районе 200-250 долларов. Они тоже на русский? Все верно, да, там все идет на русском. Не, но это, кстати, ну классно. Ну ладно, до свидания. Мы поехали, да? Да, пока-пока. Здравствуйте. А, hello. Это дилер. Анион Хасео. Это местный дилерский центр, офис, вот откуда, собственно, Дима, и они работают на внутренний рынок. Да, все верно, мы работаем на внутренний рынок, работаем на движении вместе на экспорт. Как это все выглядит? Люди покупают машины не только новые, но и БУ тоже, да? Да, здесь у нас в основном все машины БУ, то есть люди приходят, обращаются в наш дилерский центр, и мы уже, получается, подбираем им автомобиль под их запрос, они покупают, и, соответственно, уже уезжают отсюда на новом автомобиле. А до какого года вообще здесь можно на автомобиле ездить? Насколько я знаю, на сильно старых машинах здесь запрещено ездить в принципе законодательством. Такого нету. Есть ограничения на дизельные автомобили, у которых не было, получается, сажевого фильтра. И, получается, такие машины до 2009 года, их уже, получается, не пускают в большие города, но, опять-таки, им не говорят, чтобы они не ездили. А, то есть в Сеуле, в Инчоне, например, нельзя ездить, а вот где-то в регионах без проблем. Ну, кстати, есть перекупские движения, типа там подкрасить немножко, там с баллончика донуть? Здесь, скорее всего, нет, потому что чаще всего бывает такое, что люди, когда происходит ДТП, они обращаются в страховую, чтобы не делать ремонт своими деньгами. Короче, перекупские движения вот эти такие грязные. Практически невозможные здесь, да. Не получилось, не фартануло. Есть ли японские тачки в Южной Корее? Да, есть, но это буквально 5% из всего автопрома, что я здесь вижу, что я здесь слышу. Общавшись с людьми, они не любят японские тачки. И вот я сейчас стою около Хонды. И это как раз-таки одна из тех машин, которая входит в эти 5%. То есть не любят здесь корейцы японцев. И это связано абсолютно объективно и понятно со всеми вытекающими обстоятельствами. Хотя это было больше 100 лет назад, но вот этот вот корейский антияпонизм до сих пор присутствует. Память о жестком колониальном правлении, то есть когда японцы здесь правили и говорили так, чтобы все корейцы отказывались от своих имен и фамилий и брали японские. Вот, ну и короче, все это до сих пор в умах людей. И они максимально пытаются казаться и не быть схожими на японцев, но как ни крути, они очень похожи. Я была в Японии в 19-м году. Сейчас идем по самому оживленному перекрестку в Токио. Как люди похожи, так и климат похож, алфавит похож. Да, кстати, в Корее здесь алфавит, а в Японии считаются как иероглифы. В Японии читают, кстати, задом наперед, ну как вот мы читаем слева направо, в Японии читают справа налево и снизу вверх. В Корее все нормально, с этим слева направо и как вот мы читаем абсолютно горизонтально. Как ни крути, азиатская страна. Но они максимально стараются вот даже вот в названиях блюд. Если в Японии это рамен, то здесь они называют рамен. Если, например, в Японии есть такое популярное блюдо шабу-шабу, здесь они говорят, что их это блюдо называется сябу-сябу. И придумали это корейцы. Все думают, что сакура считается японское дерево, да, но корейцы говорят, что нет, это местное дерево. И они называют не так, что сакура и сакура, нет. Здесь сакура называется подкот. Вот. Короче, здесь даже суши есть, да, суши, роллы, но они не японские, они корейские. И что бы ты ни спросил, что казалось бы схожи с Японией, они говорят, нет, и тщательно агрессируют на это, если я как-то пытаюсь сказать что-то, типа, это джапан суши. Они такие, ноу-ноу, Корея, Корея, именно Корея. Ну и главная отличительная черта, я считаю, Южной Кореи от Японии это блюдо. То есть, если в Японии считается больше как суши, роллы, не обжаренное, мало специй, то здесь наоборот. Здесь очень популярные блюда на костре. Постоянно вот это мясо, баранина, свинина в больших количествах и очень много специй. Пекинская капуста здесь очень сильно процветает, хотя Пекин это же Китай. Короче, к Китаю они относятся хорошо. И, кстати, море, даже море. Японское море, я думала, да, как бы Дальний Восток, Япония, это Японское море. Вроде и на картах так написано. Ну а в Южной Корее говорят, что это не Японское море. Это Восточное море. Ну, короче, тачек японский здесь не будет. Сейчас я где-то на высоком этаже в городе Янчон, в компании Корекс Корея. В офисе в их нахожусь. Все серьезно. И как раз-таки узнаем, как вообще изнутри выглядит вся эта кухня заказа автомобиля из Южной Кореи и в Россию отправкой. То есть полностью весь процесс. Подбор, отправка, сколько нужно заплатить, чтобы получить выгодный автомобиль, может быть, даже по низу рынка, уже у себя дома. Прикольно, на самом деле, что здесь вот все текстом расписано. Процесс покупки автомобиля из Южной Кореи от А до Я. Ты должен четко прописать, что ты хочешь, да, а не так, слушай, брат, какую-нибудь черную BMW четкую. Киев заряженную, как S-класс. С руководителем я вас уже познакомила. Можешь рассказать вот вкратце сложность всей работы? Поступает заказ. Допустим, я отправила вам заказ, вот я в Москве отправляю вам. Я хочу, допустим, Kia Maha. Вы берете местный сайт по типу дрома, подбираете там автомобили, да, скидываете человеку варианты. Он, допустим, из пяти вариантов выбирает вот этот и вот этот. У вас как работа под ключ, вы берете какую комиссию, чтобы подобрать автомобиль в Южной Корее? После того, когда клиент дает нам определенный заказ на автомобиль, мы начинаем искать его не только на, как ты говорила, Авито, да, это тоже самый аналог в Корее у нас, Энкар. Также есть и аукционы, есть и другие сайты, также есть база дилерская, где можно посмотреть автомобили, которых нет еще на Энкаре, которые не успели попасть на сайт. То есть более расширенный спектр? Конечно, чтобы клиент мог ознакомиться с ценами, с характеристиками, что и за какую сумму можно купить. Короче, сначала выбираем автомобиль, отправляем, так скажем, аванс, возвращаемый 70 тысяч рублей на карту можно отправить просто, на российскую карту. После того, как все определились с выбором автомобиля, что дальше? Подключается договор между нашей компанией и клиентом, далее мы выставляем инвойс, клиент идет в банк ближайший, оплачивает путем свист переводов уже на нашу компанию. На данный момент оплата у нас производится в вонах, в евро, в юанях, в долларах. Купили автомобиль и до того, как отправить его на паром, сколько должно пройти времени? Зависит от того, в какой день мы выкупим автомобиль. На данный момент у нас отправка паромом идет каждую пятницу и вторник. Зафиналимся. Что нужно знать, если хотите купить тачку из Южной Кореи? Первое. Для начала нужно понимать, какой автомобиль вы хотите. Второе. Если вы не знаете, компания Corrects Korea как раз таки вам подскажет. Третье. Нужно отправить аванс 70 тысяч рублей для того, чтобы подборщики начали эту работу. Четвертое. Определили, какую машину берем, осматриваем. Подборщики едут ее и осматривают. Все. Определились с покупкой. Вам выставляют инвойс. Вы оплачиваете в банке этот инвойс. Потом нужно осуществить доставку этой машины до стоянки. Потом машину нужно снять с учета. Для этого вот эта вот вся логистика обходится примерно 2 миллиона 200 тысяч вон. И четвертое. Машина во Владивостоке. Там уже начинается процесс таможни. Помимо стоимости автомобиля, конечно же, нужно понимать, что нужно оплачивать работу специалистов, которые сначала подбирают вам автомобиль, потом доставляют его к себе на стоянку. А это эвакуатор. И важно понимать, что здесь это все машины не в одном городе, например, в Инчоне, в Сеуле. А машина может быть где-то на юге в Пусане. И его нужно доставить до стоянки. Потом машину нужно снять с учета, чтобы эта машина отправилась в Россию. Нужно подготовить себе документы и после этого только организовать отправку до парома. И после на пароме из Южной Кореи уже во Владивосток. Это обходится в районе 3 миллионов вон. На сегодняшний день по курсу это где-то 190 тысяч рублей. То есть получается максимально выгодный вариант, который сейчас стоит покупать в Южной Корее, это автомобили от 3 до 5 лет. БУ автомобили. На моем примере в следующих роликах вы увидите, как мы вместе с Евгением и с его командой покупаем машину мне. Но для того, чтобы купить вам машину, вообще не нужно ехать сюда. Абсолютно не нужно. То есть мне просто интересно, как обычно, все на своей шкуре пройти весь этот процесс и показать, как изнутри выглядит вся эта кухня. И так, Алишер, расскажи и покажи, как выглядит процесс вообще подбора автомобиля. Допустим, нам приходит заказ на автомобиль Палисад. Есть у нас корейский аналог сайт эндкар. У вас дром, соответственно. Пробег, год и объем. Тут у нас номер автомобиля. А, класс. И также вы снизу можете посмотреть его все фотографии полностью всего автомобиля. О, а это аукцион. Здесь мы можем, соответственно, машину также купить. Чуть дешевле. Но здесь, опять же, не просто ты покупаешь, а здесь нужно участвовать в аукционе. Это не финальная ставка. Вот сколько стоит, например, вот эта К5? Здесь еще цена не указана, так как это автохаб, и он играет у нас по средам. Аукцион это суперинтересно на самом деле, и я уверена вам тоже. И как раз таки в следующем ролике мы планируем поехать на аукцион, посмотреть, как изнутри, опять же, выглядит вся эта кухня, и, возможно, купить там автомобиль. То есть, плана, короче, купить не одну тачку, а может быть и две. В общем, если вам интересно, как это будет все происходить, напишите, пожалуйста, обратную связь в комментарии, что да, Настюха, давай, показывай все как есть, и ролик выйдет как можно скорее. Ага, здорово. Вот он этот бычара. Выглядит, конечно, внушительно. По зазорам, что там в нос, все четко. Вот это называется марка. По-корейски? Да. Kia Mojave. Почему здесь вот именно Kia вот выглядит вот таким значком? Типа премиум класс, короче. Премиум класс Kia? Да. Это подразделение, да, получается, Kia. Допустим, как Genesis отделился, например, от Hyundai. Ну, они не то, что отделились, это просто премиум класс машины. У Kia, допустим, премиум класса машины, они идут именно тоже так же под, получается, логотипом Kia. Хорошо. Пожалуйста, сильвупле. Бонжур, ёпта. То есть, получается, корейский Toyota Prado. Ну, не Prado, конечно, но по характеристикам, типа, вот, V6, полный привод, рама. Эта машина здесь стоит 42 миллиона вон. Это 2 миллиона 625 тысяч рублей. Берем всю там логистику, отправку, растаможку, и выходит эта тачка уже до Владивостока, во Владивостоке на российских номерах, в районе 3,5 миллионов рублей. То есть, по-моему, хорошо. Но это мы видим визуально, это мы слышим цену, это мы видим комплектацию. Э, подожди. Ну, несмотря на все то, что машина средняя по комплектации, даже в минималке будет кожа, потому что это внутренний рынок, и здесь, глядь, смешно, здесь коврик. Не, ну, в целом что, здесь у нас спидометр, здесь отдельный выведен дисплей, здесь просто подсветочка сделанная, типа, под такую вот пчелиную сетку. Достаточно все так вот скудно. Скудно, как и в том же самом Prado, например, да, но при этом выглядит приятно. Люк, пожалуйста. Надежность этой машины, конечно, можно будет проверить уже, когда поездишь на ней, там, мне кажется, 3, 5, 10 лет, и тогда уже можно будет говорить и сравнивать ее с Prado. Пока ее можно сравнивать только по цене и по техническим характеристикам. Если у вас, например, Киа Мохав, и вы что-то знаете о ее плюсах и минусах, больше всего, конечно, интересуют минусы, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что это очень интересно. Ну, электропривод сидений, хорошо. Четырехзонный климат-контроль. Подогревы, обдувы, ну, то есть здесь все, все имеется. Камера 360. Вот они, камерочки. Так, Палисад. Очень популярная еще одна модель в России. Это Хёнде. Да, хоть здесь Хёнде и нет, мы уже выяснили, по какой причине. Короче, это тачка 2020 года, стоимость ее 40 миллионов 800 тысяч вон. 2WD, 2.2 турбодизель, если брать, допустим, на Россию, под ключ плюс-минус такой автомобиль, выходит там 300-300 миллионов рублей. Если брать, допустим, полноприводный автомобиль, то это плюсом 500 тысяч рублей. Вот. Неплохо выглядит, это та же Санта-Фе, только более напичканная. Пол, конечно, чистейший, ровнейший. Но вот этот звук резины по этому полу крайне уже меня поднадоел. Это я только 2 часа на рынке. А прикинь, тут люди целый день вот это вот слушают. Есть такое понятие, как бы не было хорошо, все равно все плохо. Казалось бы, все идеально. Ровный пол, идеальная резина, нет, надо докопаться. Ну, это есть такая вот жилка гнильца, да, есть, мне кажется, в каждом человеке. Какие плюшки есть в этом автомобиле? Здесь у нас комплектация каллиграфи, как мы видим. Начиная отсюда, если пойти, это аудиосистема Крэл, память сидений, круиз-контроль адаптивный, который включил и едешь, он сам догоняет. Адаптивный круиз-контроль, трехзонный климат-контроль, мультимедиа с поддержкой Android Auto и CarPlay, камеры в зеркалах. А, о, прикольно, прикольно. Когда мы включаем поворотник, соответственно, мы видим камеру. За те деньги, которые можно купить этот автомобиль, жирно. Но я бы, например, вот честно сказать, не стала бы отсюда везти машину в Россию вот с этим тюнингом. Знаешь почему? Потому что многие скажут, что это китайский тюнинг, и зачем брать это? Лучше брать в стойке машину. Ну. Ну, да. Если честно, да, такое мнение бытует, что лучше брать без тюнинга, но это такой себе. Это, наверное, больше на местный рынок возьмут. Конечно. Фанаты. Конечно. Потому что они подумают, это точно Made in Korea. Карбоновая. Нет, Toyota Cresta была вот белая, у нее черные вставочки разные были. А здесь вот типа карбон. На вкус и цвет, как говорится, товарищи разные. Раньше мне тоже это нравилось. А сейчас бы, ну вот действительно, я бы брала бы максимально в стойке тачку с максимально стоковыми заводскими приколюхами. А, здесь черный салон. Полностью, да, перфорированная кожа. Здесь даже строчка получается черная. Все черная на черном. Максимум вот алькантара имеется. Серая. Ну алькантара-то хоть заводская? Алькантара-заводская. А почему, мне кажется, или запах имеется? Ой, здесь нет, что ли, мочи? Нет, есть. Уважаемые каретские продавцы автомобиля, заливайте, пожалуйста, AdBlue. Очень неприятно он донюхать, если честно. Ну, думаю, посмотреть, поездить, вот этот вот запах, ну, как-то напрягает, брат. Ну, да, 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 есть такое. А, тут так не говорят, и я спокойно, я не в Дагестане. Говорят, ты брат? Конечно, это у нас любимое слово. А, ну ты с Дагестан? Ну, то есть нормально, значит? Конечно. Все, брат, сделай по-братски AdBlue, ладно, окей. Все хорошо. Говорят, что ни в одной корейской тачке не встретишь запаски. И не потому, что она где-нибудь, как в Ниве, да, под капотом, а потому что у них здесь, если что-то случается с колесом, есть страховая, которая приезжает, и, собственно, ты плачешь за страховую, да, раз в год, так? И к тебе приезжают и без проблем меняют колесо. В течение, там, буквально 50. А шина за их счет? Нет. Короче, вот, страховая полностью себя оправдывает здесь, да, без проблем. Здесь вот что идет. Огнетушитель, знак аварийной остановки. Кстати, вот я спрашивала, ставят ли здесь знаки аварийной остановки. Они такие же, как и у нас. Ну да, что-то тут имеется. Да, ну, короче, вот он, треугольник. Понятно. Просто, опять же, ну, извините, я скажу, в Японии там в случае аварии выкидывают шашку. Слыхал? Нет. Здесь вместо запаски есть, короче, вот такая вот сумочка, в которой находится компрессор, чтобы подкачать колесо. И самое главное, баллон, чтобы наполнить, он запечатан, ладно, открывать не будем, чтобы наполнить покрышку, соответственно, какой-то жидкостью, да. Тут навряд ли воздух сильно спрессованный. Мне кажется, здесь какая-то дополнительная есть жидкость, которая локирует, соответственно, порезы. Все верно. Но, если боковой порез, хрен она справится. Ничего не поможет, да. Да, но зато здесь есть вон, а, это петля в этом наборе и отвертка, плюсовая только, или она? А, мин, да, двойная. Скажи, вот, ты занимаешься экспортом автомобилей, огромное количество тачек уже отправлено и в Россию, и в Узбекистан, и так далее. С какой долей вероятности вот это не доезжает? Такое все доходит, бывает то, что флешки вытаскиваются с регистратора, максимум. А, просто я помню одно время, опять же, если брать Японию, почему я сравниваю с ней, потому что огромное количество машин оттуда привезено, я жила в Владивостоке. Часто можно было встретить компрессоры японские по дешевой цене, потому что до СВХ вот реально все выдергивали, дзербанили. Блин, ну очень надеюсь, что честных людей гораздо больше, и не трогай, когда это не твое, да, пожалуйста, оставляйте на местах все. Очень бы хотелось, чтобы это все доехало с нами. Ну, не только с нами, но и всем, кто покупает машины, скорее. Оказывается, в Южной Горе нет отдельного МРЭО ГИБДД. Тут все в одном здании, такое одно административное здание, где и налоговая, и копы, или как здесь говорят, полицейские, и гора Но, короче, все. Так вот, сейчас инфа про штрафы. Какие же штрафы за нарушение ПДД? В Южной Корее это место называется Кучон. Здесь люди производят все возможные сделки с автомобилями, ставят на учет, снимают с учета договоры купли-продажи, и в том числе и оплачивают штрафы, которые они наездили. А камеры тут повсюду, поэтому штрафов можно нахватать достаточно много. Например, за непристегнутый ремень безопасности, так же, как и за превышение скорости на 20 км в час, вы заплатите 30 тысяч вон. Это в районе 2 тысяч рублей. Нехило, да? Как бы скидок никаких нет. При этом, такой же штраф может вам грозить, если вы случайно резко затормозили на дороге. Ну, соответственно, создали опасность на дороге. Так что не тормозите в Южной Корее. Ну, резко. А вот, например, проезд по автобусной полосе, или если не пропустил пешехода, вы заплатите 40 тысяч вон, а это уже 2 с половиной тысячи рублей. Самое главное, здесь существует бальная система, как в Армении, помните, я вам рассказывала, то есть здесь за каждое нарушение тебе начисляют баллы. И уже когда 40 баллов ты собрал, все, на 40 дней уходишь. Ну, в смысле, без прав, на 40 дней тебя лишают прав. Да, собрал, допустим, штрафов на 100, там, 20 баллов, ну, свыше 100, соответственно, уже на год лишат прав. Ну, и вот по такой системе даже еще можно списывать баллы. То есть ты приходишь в школу, тебя поучили, немножко дней тебе скосили. Еще немножко поучили, и еще немножко дней скосили. Короче, здесь достаточно все строго, поэтому и люди достаточно адекватные, не хасанят особо. Насчет адекватности, как вы заметили, мы уже сколько времени здесь снимаем, стоим спокойно, никто к нам не подошел. Прикольно, да? Как лишиться автомобильных номеров в Южной Корее? Легко и просто не заплатить транспортный налог, а так здесь делают достаточно часто. Потом, конечно, если хочешь ездить на своих санях, то и налог нужно платить. И штраф еще придется оплатить. А сколько же стоит тот самый транспортный налог? Ну, понятно. Я расскажу вам, сколько же вон потребуется за уплату налога. Если у вас малолитражка до 1000 кубических сантиметров, то вы заплатите 80 тысяч вон в год. Если объем двигателя до 1,6, то за каждый литр вы заплатите 140 тысяч вон. А если у вас объем двигателя свыше 2 литров, то за каждый литр уже по 200 тысяч вон. То есть, например, у вас V6 трехлитровый, да, на Мохаве, там придется заплатить 600 тысяч вон в год. А это около 40 тысяч рублей. Нехило, да? Кстати, за электромобиль в год 100 тысяч вон. Когда заплата будет? Я поняла, ладно. Кстати, важное примечание. Этот транспортный налог, что я вам сейчас озвучила, начисляется именно на корейские автомобили. А если у вас заграничный автомобиль, например, из Америки, Европы, Японии, то, пожалуйста, будь добр. Транспортный налог в два раза больше оплати. Вот так вот. Несправедливо? Ну, как сказать, зато 80% здесь именно корейских автомобилях ездят в Южной Корее. Я вот вам говорила про ребячливость. Корейцы вообще супер ребячливые. И они как вот дети, неважно, сколько им лет, 30 лет или 60 лет. Вот даже полицейский участок, и посмотрите, какие здесь милые игрушки. Excuse me, что вы можете сказать про ребячливость? Ага, хорошо. Excuse me, что вы можете сказать про ребячливость в Корее? Ну да. О, excuse me, вы очень такой прям, как ребенок. No English, sorry, English no. А Раша? А, можно? Можно. Пока Саня пытается взломать Kia Sportage 2020 года, такую тачку на самом деле можно урвать там до 2 миллионов рублей. Это под ключ уже в России будет стоить. Неплохо, да? По-моему, за корейский автомобиль, за качество до 2 миллионов рублей. Какую тачку купить? Вот до 2 миллионов рублей, что еще можешь предложить? Что можно купить сейчас на российском рынке до 2 миллионов рублей? Не отрывал. Напишите в комментариях. Ну, по-моему, бюджетно и интересно. Ну да, 3 года как бы поездила, но ездила же здесь. Короче, пользуется спросом такие тачки на экспорт в Россию. Вот, кстати, если вы не видели, как выглядит заводской палисад, вот, вот так вот он выглядит. Здесь у него не написано палисад, здесь у него значок Hyundai, и, собственно, ручки у него хромированы. Можешь вот в нескольких словах сказать, чем отличается K5, K7, K9? Давай пойдем от большей модели. K9, это получается премиум бизнес-класс. K7, это бизнес-класс, и получается, если брать уже более что-то такое бюджетное, это K5. А, то есть как в Мерседесах есть C, E, S. Все верно, да, получается, это у нас аналог S-класса, если мы берем K7, это получается аналог E-класса, если мы берем K5, это аналог C-класса. Все просто, мы сейчас около самой жирной. Kia K9. Все правильно. 29 миллионов 600 тысяч вон стоит здесь эта машина. Вот мне тут интересно, это настоящий карбон или тоже все-таки нет? Как думаешь? Я думаю, нет. Заморосел тут этот владелец, как бы суеты навел. Если сравнивать K9 и K7 того же года, 18-го, 19-го, она будет стоить в районе 25 миллионов вон. А если брать уже посвежее, вот, пожалуйста, у нас здесь 20-го года есть K7, она стоит 31 миллион 700 тысяч вон. То есть, ну, соответственно, фуловая комплектация, жирнее, моложе и дороже, чем K9 предыдущего поколения. Ну и, соответственно, Kia K5 того же поколения будет стоить в районе 18-19 миллионов вон. Берем посвежее, и здесь уже 25 миллионов 400 тысяч вон. Мы когда сначала заехали сюда наверх, я подумала, что все, вот это уже авторынок. Рубрику можете сделать, типа, на чем ездят корейские автодилеры. Вот так вот секретно подсняли случайно, да, корейские автодилеры в реальном времени. Мы увидим сейчас, на чем они ездят, да, и чаще всего это не карнивалы и не талисманы, а это всякие вот мерседесы, гелендвагены. Собственно, ты же тоже дилер? Да. Вот Hyundai. Avante. Avante N. Это гоночная такая, типа, пацанская тачка, да? Да, это типа гоночная тачка. Короче, мы сейчас вышли на улицу неспроста для того, чтобы поехать пообедать, ну и заодно посмотреть, как выглядит стиль, тюнинный стиль заводской у Hyundai. 2 литра, сестра, турбо, 280 лошадей. Но бензин, да? Бензин, да. На переднем приводе. На переднем приводе, да. Все как полагается, 280 лошадиных сил, почти 300. А не гилетовная пушка! Предлагаю сделать вот так. Ха, поэтому ты предлагаешь мне погонять, да? И поедем. Про тонировку, кстати, внимание, давайте немножко расскажу вам. Здесь официально разрешена тонировка, то есть никаких запретов нет. Закатывай хоть лоб в пятерку, и все будет четко. Вот смотрите, вот меня видно сейчас? Вот я сейчас сяду. Вы видите меня в лобовом? Видно, Ваня? Что-то видно. А что, не в пятерку? Потому что это не пятерка. Да е-мое! О-о-о! Хорош! А тут сколько превышать можно? Здесь главное не попадать на камеру. Если что, человек вышлешь. Сколько там миллионов вон я нарушу? Не, ну прикольная тачка. Ничего не скажешь. Прикольная. Особенно мне еще нравятся вот такие вот штуки, которые здесь делают не только на вонте, но на всех тачках. То есть ты открываешь, и вот защита срабатывает, видите? Для тупых людей, ну, для неаккуратных. Вот мы, собственно, приехали поесть суп. О, мой рюкзак. Спасибо. Еда в Корее. Это что-то с чем-то. Особенно уличная еда. Вот так вот огромное количество палаток находится на улицах. Куда ты только не зайдешь, везде-везде можно встретить. Короче, сейчас я нашла вот таких вот ломстеров. Это, конечно, чересчур дорого-богато. 20 тысяч вон за один хвостик. Это около 1200 рублей. Ядрить колодель. Сейчас попробуем. Сыр еще сверху. Вот, смотри. Посмотри просто. Это что за раки такие, блин? Ого. Вот это рачинский жопко. Конечно же, здесь без знания корейского языка очень сложно. А если ты еще и английский не знаешь, то это вообще беда. А я не знаю, естественно, английский. У меня так какие-то супер базовые слова. Но находясь вот в центре, допустим, в Сеуле, здесь более-менее еще как бы можно это все просто методом тыка, там, поговорить, что-то заказать и так далее. Дальше, конечно, сложнее, но тоже, как говорится, язык доведет до Кореи. Да? В данном случае это именно так. И переводчик, опять же, такие выручают. Чили соус. Чили соус. Итак, это прям настоящий донской рак. Только лобстер. Не, ну это прям 10 из 10. Very good. Жареные осьминоги. How much money? 8 тысяч. 8 тысяч вон? Бол или биг? Они разные. А биг? А 5 тысяч. Большой 15 тысяч вон. Ладно, пойдем дальше. Картошечка. Картошечка. Хорошо пахнет. Этого достаточно. Наелась. Спасибо. В Корее, кстати, очень сильные люди помешаны на сахаре. Этот сахар просто находится везде. Казалось бы, вроде как это что? Чикен. Курочка. Но это в супер сладком соусе. Все просто с сахаром. Даже заказываешь классический кофе американо, он тоже с сахаром. Кстати, здесь очень вкусные апельсины. Я вот пробовала. Они какие-то как будто бы химоза конкретно. А, это лед туда упал. Thank you. Несмотря на то, что не используют пластиковые стаканчики, да, я думала, везде бумажные используют просто бумажки в виде стаканчиков. Делаем вот так вот. Вот так вот. Не протекает. Пластиковый пакет. Они за пакеты оказываются. А я-то думала за экологию. Вот такой вот фреш джус. 6 тысяч вон обошелся. Модные сумочки всякие разные, смотри. Прикольно, что на каждом шагу в Южной Корее рисуют карикатурные портреты. Вот такой вот портрет нарисовали нам с Сашей. Саш похож или нет? Саша говорит, я не похож, а я, по-моему, красотка похожа. Короче, вот такой портрет вышел 28 тысяч вон. Это около 1700 рублей. Ну, на память о Южной Корее такой портрет, по-моему, прикольно. Вы бы знали просто, какая вонь сейчас идет мне под нос. Это суп из каких-то жуков. Жуков, мать его, за ногу. Жуки, куколки. Переводится как пупе, пупе-суп. Это просто жесть, пожалуйста. Берешь суп, ложечку вот такого супа и заедаешь ложечкой таких же, но более сухих жуков. Почему бы и нет? Суперска, если этого мало, то мы что делаем? Мы берем какие-то потроха. Потроха, вот реально, я не знаю, что это за потроха, но выглядит супер вообще неприятно. Я ничего не хочу сказать плохого, но супер все специфично. Вы сейчас скажете, давай уже пробуй быстрее, да, в комментариях. Как бы, ваша здоровечка. Давайте начнем с маленькой штучки. Нормально, нормально. Чистый белок получается. Заедим вот такой вот кукурузкой. Кукурузка, если все равно сладкая и в сладком соусе. Интересно. Ладно. Это уже неплохо пошло. Ёптой, вонь, как воняет. Блин, слушай, а на вкус-то прикольно. Вонь. Но вкусная вонь. Это я пока только бульон ем. Но вкусная, наверное, за счет того, что здесь огромное количество соли и огромное количество перца. Ну что, добрый путь. Ну. Послевкусие ужасные просто. Не, вы не подумайте, тут есть и нормальная вкусная еда. Но это вот прям супер такой вот стрит-фуд. Тут вот мои братаны сидят. Все-таки это у нас автомобильный канал, да. Больше про тачки. Поэтому давайте так. У меня есть второй ютуб-канал Настя Шпектуман. Отдельный плейлист. Там будет все про Корею. Про еду. Про то, как здесь сколько стоит жить. Какие традиции. Какие магазины. Какие здесь рынки. Сколько стоит косметика. Всякие кафе. Едят ли здесь собака. Есть ли здесь корейская морковка. Все это есть в отдельном плейлисте Настя Шпектуман. Также там есть и про Армению, и про Грузию, и про Арабские Эмираты. Разные плейлисты. Поэтому залетайте, смотрите. Ну а мы сейчас вернемся к тачкам. Я вот это не попробовала. Давай, напоследок. Все так лухари, да. И рядом, собственно, разрухари. Ну то есть, как и везде, в принципе, контрасты налицо. Не, ну так везде. И у нас дома. И идея была еще в Армении, в Грузии, в Арабских Эмиратах, в Японии. Ну в общем, где я находилась в других государствах, в принципе, так везде. Контраст, контраст, контраст. Есть как богато, так и бедно. Что нужно знать, если собрались в Южную Корею? Ну для начала, что сюда не нужна виза. Да, здесь безвизовый режим. Но есть электронное разрешение, которое нужно получить. Называется оно Кето. Как его получить? Можно просто загуглить. Есть сайт Кето, где его можно, соответственно, оформить. И там в целом, где-то в течение суток, приходит одобрение. Если это будний день. Ну, либо если у вас есть кто-то в Южной Корее, они могут за вас это сделать. Тем самым, ускорив процесс. Потому что это будет выглядеть, как некое приглашение вас сюда, к ним. Находиться здесь можно 60 дней подряд. Это если мы говорим безвизовый въезд. И в течение года всего 95 дней. Получается, 60 дней побыл, уехал. И потом максимум на 35 дней можешь сюда вернуться. Но здесь можно, конечно же, также сделать визы. Они здесь все возможные, разные есть. Творческие, языковые, туристические, рабочие, учебные и так далее. Билет в одну сторону обойдется достаточно дорого. В районе 45 тысяч рублей. Это такое прям эконом-эконом. При этом нужно понимать, что нужно брать билет туда и обратно. Потому что, когда вы прилетите в Корею, либо приплывете. Есть же паром у нас также с Владивостока сюда. На таможенном пункте, зеленый тот коридор, там у вас потребуют как раз-таки обратные билеты. Без обратного билета вас просто-напросто в 99% случаев не пустят сюда. Также должна, конечно, быть бронь в гостинице и, соответственно, распечатанная кета. То есть все документы должны быть распечатаны. Лайфхак имеется. Если вы не знаете, сколько вы хотите здесь пробыть. Может быть, неделю или две недели, или может быть, побольше. Ну, в общем, стоит взять, допустим, возвратные билеты. Тем самым вы сможете приехать, показать билет и потом его либо сдать, либо обменять на ту дату, когда вы отсюда уедете. То есть, кстати, очень много нелегальных людей, которые работают, насколько я знаю, на заводах. Ну, и не только. В общем, нелегальщиков много. Кого-то ловят, и тогда, конечно, им не сдобровать. ПЦР-тест и прививки здесь не нужны. И, слава богу, вся эта история закончилась. Но люди здесь ходили в масках как до всей вот этой вот движухи, так и во время, так и после. Потому что считается, что здесь достаточно загрязненный воздух. Поэтому они носят маски. Есть еще одна версия того, почему они носят маски. Потому что они очень сильно восприимчивы каким-то изъянам на лице. И тем самым они пытаются это скрыть. Какая из этих версий более убедительная, кто в курсе, напишите в комменты. Насчет банковских карт. Мир тут не работает. UnionPay, в каких магазинах я только не пробовала, он тоже не работает. То есть, рассчитаться у меня нигде не получилось. Единственное, есть банкоматы, где у меня получилось, знаете, наличные. Конечно же, с определенной комиссией. Комиссия достаточно небольшая, но она имеется. Обменники здесь есть. И я рекомендую, конечно же, приезжать сюда и сразу обменивать деньги на местную валюту, чтобы без проблем можно было рассчитаться где-то за такси в общественном транспорте и так далее. Кстати, насчет передвижения. Как здесь передвигаться? Плохо, но работают гугл-карты. Из всех это самое более-менее понятное на нашем языке. Там даже какие-то русские названия есть, английские. Ну и, соответственно, на корейском тоже. Также есть местные навигаторы, типа Какао Мэпс. Один раз туда зашла, поняла, что дела не будет и закрыла. Поэтому как-нибудь, да, пользуюсь гугл-картами. Ну а Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты привычные тут вообще не работают. Ну а передвигаться, конечно, можно на общественном транспорте. Это несложно. Такси можно вообще просто словить. Видишь красные значочки, значит такси свободно. Зеленые, значит, оно забронировано уже за кем-то. Руку поднимаешь, ловишь, оно останавливается. Ты ему показываешь на корейском, в переводчике опять же можно оффлайн скачать. Либо онлайн, где с интернетом проблем нет. И таксист тебя довезет. Либо можно воспользоваться приложением. Но для этого уже нужна сим-карта местная, которую можно купить по загранпаспорту в аэропорту. Да, кстати, именно в аэропорту мы сразу взяли безлимитный интернет, Wi-Fi роутер, он стоит в районе 55 тысяч вон за месяц. И сим-карта также стоит полный онлимит 55 тысяч вон. Вот, поэтому разницы между ними как таковой нет. Роутер геморрой не тем, что его нужно таскать. Он, ну, как бы занимает. А симку вставил и все, и пользуешься. Раздаешь интернет, у тебя есть и переводчик, и гугл-карты, и такси можешь вызвать. Удобно. Это, конечно, не в Иране, как мы ездили. У нас были только оффлайн максимум какие-то переводчики, и то не всегда работали. Также тут, конечно же, есть и метро, и автобусы. Просто можно купить транспортную карту, пополнить ее и ездить без проблем. Карта стоит 500 вон. Когда попользовались, обратно ее сдали, и 500 вон вам обратно вернули. Вот такие вот основные моменты, которые я посчитала очень важными, чтобы осветить их вам. Ну что, подведем итог по нашим авторынкам. Ну, как по нашим, по-гореським. Здесь непривычный для нас рынок, да, мы уже поняли. Здесь не найти вот так вот людей, которые там по воскресеньям выходят, привозят свои машины и продают их. Ну, здесь свои традиции, свои обычаи. Я надеюсь, этот ролик был максимально для вас интересен и, возможно, даже полезен. А в следующих видосах вы уже увидите, как я покупаю здесь машину. Из каких машин я выбираю, собственно, за какую стоимость. Как я потом эту машину повезу в Россию. Своим ходом, естественно. Я приехала сюда за приключениями, поэтому своим ходом погоню тачку. Дорога у нас запланирована в Южная Корее, в Северная Корее и до Владивостока. С Владивостока потом до Москвы еще 10 тысяч километров. Короче, будет увлекательно. А если вам интересны автосалоны и какие здесь тачки есть, за сколько их здесь продают, и может ли турист купить здесь машину и увезти ее в Россию, пишите комментарии. До следующих видосов. Субтитры создавал DimaTorzok